Оп, могу остановить, да? Ну, согласитесь, небо и земля. И здесь я хочу коснуться ещё одной очень важной вещи. Мы очень часто её обсуждаем с коллегами по поводу того, является ли мышечная, да, вот такая какая-то проработанность тела признаком какого-то из типажей мужских, да? Потому что здесь может появиться шаблон, но, который лучше сразу развеять, якобы, если, значит, мышцы прокачаны, всё там натурал. Вот я слышала о таком шаблоне. И здесь я могу сказать, что прокачать можно фигуру с любым типажом. Это будет по-разному выглядеть, безусловно, да, будут какие-то различия. Многое очень зависит и от тренера, и от того, как выстроены тренировки. Но смысл в чём? Сам типаж не связан, например, как будто бы один типаж связан только с мышечной массой. И как бы вот если мышечная масса есть, якобы это этот типаж, а нет, это вот этот, да? То есть у нас нету привязки конкретного типажа к наличию или отсутствию мышечной массы, точно так же, как нету привязки к определённому весу. Мы же понимаем, что гамины могут быть стройными, средними, полными. Драматики, да, стройными, средние, так сказать, упитанности, полными. Натуралые там и так далее. Точно так же, да, человек может быть вообще, да, без физической подготовки, человек может быть там средней, да, прокачанности и максимальной. Девчонки, отреагируйте. Понятно ли это идея? То есть мы с вами должны понимать, что мы оцениваем не мышечную массу. И, безусловно, мышечная масса будет давать определённые дополнительные иллюзии фигуры. Поэтому, чтобы нам фигуру оценить, нам лучше на неё посмотреть, да, в исходном виде. Чтобы нам реально оценить типаж, нам нужно смотреть на него не когда он весь, так сказать, прокачан и достроены, как бы, определённые особенности тела, да, там, уплотнены мышцы рук крепче, там, спина и так далее, и так далее. А когда мы максимально можем увидеть то, что дано, да, исходно и так далее. То есть, вот это, пожалуйста, давайте запомним, что мышцы не равно какой-то типаж. Вот опять. Продолжение следует...